Огонь по приближающимся шлюпкам и гичкам Вы сейчас видите Русские лодки со всех сторон окружают шведский корабль А артиллерия шведов ведет огонь по русской батарее Вы видите разрывы, которые взметают огромные массы воды Эта вода даже долетает до наших бомбардиров Но такая опасность не способна остановить их пыл В деле ведение огня по шведскому кораблю На шведском корабле капитан пытается изо всех сил мобилизовать свою команду Подготовить ее к бою, понимает, что приближаются и другие гички И он понимает, что русские хорошо подготовлены Вы видите один из взрывов на корабле Бывает пожар, загорается один из комендоров И неизвестно, что для него опаснее Сгореть заживо на корабле или спрыгнуть в воду Погибнуть в холодных водах не вы Ее удается потушить Но в то же время приближается другая опасность Приближается еще одна гичка Она тоже подошла со стороны кормы, чтобы не дать шведским орудиям возможность вести бортовой И вы видите, наши абордажные матросы абордажной команды бросают ручные гранаты Это вынуждает шведов прятаться за надстройками и обшаркнуться от борта Это дает возможности нашим солдатам взобраться на палубу И начать бой со спередованием холодного оружия Шведы, которые находятся на юте, ведут огонь из огнестрельного оружия У них есть возможность нам его перезаряжать Не вступая в ближний бой Кроме того, комендоры продолжают огонь по другим шлюпкам и дичкам, которые окружают корабль Ситуация становится все более напряженной На палубе не на жизнь, а на спереди рубятся наши и шведские матросы Вы видите наших матросов Наших солдат Преображенского и Семеновского полка Которых легко узнать по ярким мундирам И уедите Артеления продолжают вести огонь Чтобы подарить Огонь Шведской пехоты Которые продолжают стрелять Установленные на баке Вы видите Одна ошибка Пыталась найти Но Вы видите, даже вывы Около нашей батареи Не дает возможности превыситься со стороны борта Тогда еще одна птичка Заходит Со стороны кормы И по касательной Ведя сходу Огонь Из стрелкового оружия Изготовившись Видите, как напрягаются наши грибцы Иногда их усилия Насколько Переем Слываются весла И выгребают против течения Мощно на течении реки Невы В то же время На палубе У шведов Рвутся русские ядра Русские канаверы Наконец-то пристрелялись И ведут губительный огонь Когда прекращаются разрывы Насколько Ведется сначала Пистолетная дуэта А потом опять Когда все наряды Израсходованы Опять Рывка холодным оружием Тем, что они отвлекают На себя Обороняющихся Мощном Они дают возможность Нашим морякам И солдатам Преображенского полка Забраться На борт И это подкрепление Пришло очень вовремя Наши моряки И солдаты Понесли серьезные потери И солдаты шведы Битва входит В свою Кольминусованную часть Трудно стрелять Из тяжелых Длинноствольных Трудно зарядных ружей Перезарядка их требует Минут И еще труднее Из них прицелиться Даже на таком Небольшом расстоянии Потому что Есть очень большой риск Что тяжелая пуля Пробьет Не только Врага Но и Двоих А вы видите Наши канонеры Наконец-то добились успеха И на корме Шведского города Начинается Пожар Шведские На каком расстоянии Пистолетная пуля Безумно Безумно Не точный вид Вооружения Она не способна Пробить даже Самые легкие Деревянные препятствия Что позволяет Укрываться За надстройками И вести огонь И снова Все подготовленные Заряды Израсходов Орудие Не может вести По собственной палубе Огонь И продолжает Вольбу С батареей Которая Спереди Поддерживает Наши Пуля Пытается Холодным оружием Своим личным Холодным оружием Отражать Эту самую Атаку В то же время Комендоры Пытаются Вести огонь Выстрелы Настолько близко Что сбрасывают У воду Некоторых Из нападающих Вместе С обороняющимися Настолько велика Ударная сила Пороховая Пушка Того времени Стреляла Дымным порохом И если ты находился Где-то Вблизи Ее дольного среза Это приводило Катастрофические Последствия Но в данном случае Катастрофа Случилась у шведов Шведский Капитан Заквачат Корабль Переходит В руки Русских Матрозов и солдат Ура 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 И еще раз Ура Ура Именно так Было выбито На медалях Которые Включены Всем Участникам Этого боя Мельшиков И Петр Первый Получили ордена Но самое главное Европа Узнала Что русский флот И русская армия Способны Бить шведов Виват Петру Великому Еще была Долгая череда побед Но до нее Еще были долгие годы Северной войны Которая продлилась До 1721 года А сейчас Я предлагаю Аплодисменты Нашего генерального партнера Вы видели Два цвета дыма Это красный и зеленый Почему красный и зеленый Конечно же понятно Посмотрите На преображенцев На Петра Великого Это цвета мундира Самого царя И его полков Вы можете себе представить Насколько важны эти цвета Как они вошли в историю войны